Вот это налимище! Ох ты мой! Друзья, я кажется монстра достал! Сегодня мы готовить будем печень налима в автоклаве. Танечка аккуратненько надрезает, чтобы не поранить печень. Налим вышел хороший, 6-килограммовый. Можно, конечно, и ножом, но я ножницы не лучше делала. Посмотрим, что у нас за весенние печень. Большая будет? Смотрим, не факт. Я жирненько еще не очень жирно, еще не полностью набрала. Мы как бы подготовили налима. На автоклав. Отрезаем печень. Самое главное не поранить желчный мешок, что я благополучно сделала только что. Ничего тут, она еще примороженная. Вот печеночка по ранней весне. Вот такая вот, да. В конце апреля это было бы, конечно, в два раза. Это была бы целая банка 750 граммов. А сейчас, ну, что на пол литра, да? Да, февральская. Февральская. Ну вот у нас два налимчика мы разобрали. Порезали филе. Хвостики отрезали. Филе. И вот два кусочка печени. Сегодня мы будем делать из них в автоклаве печень алима. Танечка продолжает его разбирать. Очень большая кость. Наверное, рубить надо будет. Вот смотрите, какой позвонок. Угу. Рубить придется. Вот, ну, хорошо. Привет, друзья. Ну вот, вернулись мы с рыбалки. Отдохнув, нарыбачившись, наловив налима, мы с Анечкой решили приготовить в автоклаве печень налима. Вот. Ну и сегодня просто покажем, как это делаем мы. То есть вот, чистив, нарезав, перебрав, у нас получилась такая мисочка печени. Печень налима. Давайте будем готовить. Для этого нам понадобятся баночки литровые. 8 штук. Автоклав. Охотничий полевой. Соль. Крышки, банки, перец, лавровый листик. Ну и, в принципе, хорошее настроение, чтобы это все сделать. Так, значит, что мы делаем. 3-4 перчинки сыпем в каждую баночку. Абсолютно здесь ты еще не тягала. Вот. 4-5. Кто-то любит поострее. Кидаем по одному лавровому листику в каждую баночку. И для этого нам, конечно, понадобится еще соль. Теперь мы берем соль и засыпаем в каждую баночку соль. Значит, по пол чайной ложечки мы берем соли и сыпем в каждую баночку. Чтобы у нас было все замечательно. Чтобы была печень вкусненькая, не пересолена. А то бывают некоторые. Лучше досолить потом. Посолить потом, чем не досолить. Значит, и попытаемся теперь печень. Ох, какая она большая. Такая вот. Сейчас ладошечку. Опускаем ее в баночку. Раз. Следующий крупничок. Так, бульк. Еще сюда бульк. Поменьше такой кусочек бульк. Так, теперь вот большой кусочек. Берем еще один. Отпускаем ее так в баночку. Ох, какая она вкусненькая будет. Резать мы ее не будем. Она у нас так будет кусочками. Так, вот это вот сюда управляем. Сюда еще можно. И еще. Были налимчики покрупнее и помельче. Вот, но я думаю, что все будут они вкусные. Так, и вот это вот. Ох, какая крупная такая большая. Прям две ладошки покрывает. Это тот, наверное, трофейный 6-килограммовый. Ох, который был джекпот, наверное. Так. Еще. Как я люблю печень с налимой. Это вообще сказка. Ее потом откроешь в баночку. Наслаждение. Так, ну вот еще у нас крупненькая. Чтобы на каждую баночку у нас было по одной крупной печеночке. Так. Нечка говорила, баночки не хватит. По-моему, тут даже чересчур. Так. Сюда вот эту положим. Так, вот сюда вот эту положим. Так, вот эту сюда. И вот эту сюда. Ну вот. И вся печень из расхода у нас получилась. Раз, два, три, четыре. Семь баночек. Я считаю, это нормально. Вот такие красавцы. Сейчас мы их запакуем. И отправляем в автоклав. Так. Упаковав баночки налить печенью налима. Теперь, друзья, надо будет налить подсолнечного масла. Все льют по-разному. Кто-то по три столовые ложки. Кто-то по две столовые ложки. А мы, перепробовав уже много раз печень с налима, мы делаем по три чайной ложечки. Всего лишь. Так. Это очень такая приятная процедура. Потому что иначе будет потом горчить. Я пробовал. Получается, как печень щуки. Не хочу сказать, что это горчила-желчь. Желчи там не было. Сейчас скажите, что там была желчь, поэтому и горчила. Так. Два. Три. Масло мы добавляем для улучшения консервации. То есть, поэтому мы сослались с Санечкой, что делаем только три чайные ложечки. Ну, или одна столовая. Да. Ну вот. Масло положили. Теперь мы закрываем все баночки плотно крышечками. Танечка крышечки уже простерилизовала. Наша задача всё это закрыть так же плотно, чтобы воздух не попадал туда. Иначе долго не простоит. Так. Ну, уже большая. А ты думаешь, она долго простоит? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Давайте попробуем плотно закрыть. Есть такое дело. Опа. Есть такое дело. Баночки мы закрыли плотненько, чтобы каждая. Вот. Ну, и в двух словах я хотел бы рассказать о нашем автоклаве. Используемый уже автоклав уже очень много. И рыбу консервированную, мясо. Из чего он состоит? То есть, в принципе, крышка, датчик, датчик давления, температура, свисток, который, если вдруг будет давление очень сильно, то есть, он поднимется и будет свистеть. Сама ручка для зажима. Внутри находится стержень. На него одеваются крышечки. Вот такой стержень. Надевается крышка перекрытия. То есть, в принципе, мы как бы уже с вами будем упаковывать эти баночки. Значит, пошла у нас одна баночка. Всего их становится восемь пол-литровых баночек. Четыре снизу, четыре сверху. Так, вот такую перегородочку. Вот две перегородки. Одна внизу, чтобы при подогреве не мешало. Вторая одевается на баночки, чтобы они вдруг не всплыли и не поднялись, и крышки не оторвали. Так, вот еще одна, еще одна. И вот у нас две баночки сверху. Сейчас мы сверху прикрутим и добавим воды. Воды должно быть здесь, ну, грубо говоря, полтора сантиметра, не доходя. Сейчас вентилем дольем чайником и поставим работать. Закрываем крышку, зажимаем ее полностью. Ну вот, друзья, отправили мы все баночки в наш автоклав. Значит, сейчас мы ставим на печечку. Доводим до 100 градусов. После 40-50 минут мы держим на огне. Так как у нас в нашей печени налима нету костей, поэтому 45-50 будет достаточно. Вот. Потом сутки мы делаем остывает. Температура у нас упадет до 40 градусов. И завтра, в принципе, можно будет уже открывать, брать хлеб-бутербродик, намазывать печень. Вот. Так что, вперед готовить! Ну вот, прошли сутки. Возьмите. ТЕПЛЕЙ Бастер Продолжение следует...